В начале 80-х создатели первого фильма об охотнике за беглыми репликантами стерли границу между людьми, рожденными естественным путем и генно-модифицированными копиями человека. Репликанты тоже люди, а поступки человека совершенно не зависят от способа появления на свет. Таково было главное заявление авторов фильма. В продолжении, вышедшем на экраны спустя 35 лет, авторы углубляются в тему и дают возможность зрителю поразмышлять, например, над тем, что отличает от человека программу, способную принимать самостоятельные решения. Об отличиях романа Филиппа Дика и фильма Ридли Скотта было рассказано в предыдущем ролике. Я рекомендую ознакомиться с ним перед просмотром этого видео. Ссылку вы найдете в описании. История, рассказанная во втором фильме, получилась очень многогранной. Особенно четко ее объем проявляется, если рассматривать изменения, произошедшие с миром. Изменения героев фильма и различные точки зрения на отдельные моменты картины. Ролик будет посвящен именно этому. Также я расскажу о том, почему самый дорогой артхаус в истории, как назвал свой фильм Дани Вильнев, похож на роман Филиппа Дика даже больше, чем первый «Бегущий по лезвию». Так же, как и первый фильм, картина Дани Вильнева не окупила вложенных в нее средств. Однако внушительный бюджет позволил создателям показать свой мир, не ограничивая себя парой локаций. Кинематографическая вселенная, созданная в начале 80-х, была значительно расширена. На протяжении всего фильма встречаются мостики, соединяющие его с картиной Ридли Скотта. Появление старых героев. Хорошо знакомые мотивы в саундтреке. Отдельные фрагменты в образе города. Даже такая деталь, как голосовое управление устройствами из первого фильма, была перенесена во второй. Но, несмотря на все эти детали, стилистически «Бегущий по лезвию 2049» — это совершенно другой фильм. За 30 лет Лос-Анджелес из шумящего многонационального муравейника превратился в грандиозный памятник человеческой гордыни. Такой лишенный уюта мир, мир несчастных одиночек, действительно напоминает описанное Филиппом Диком намного сильнее, чем мир, показанный в фильме Ридли Скотта. Пустота, тишина, лезущие изо всех щелей и маленькие островки жизни, ослепленные различными иллюзиями, призванными не допустить полного крушения. Все это есть как в романе, так и в фильме Вильнёва. Здесь нет ампотоскопов и генераторов настроения, придуманных Диком. Но есть монаторы, визуализирующие голограмму девушки, стремящиеся угодить во всем обладателю такого устройства. Конечно, многие из показанных в фильме гаджетов трудно представить в будущем, учитывая уровень и тенденции современного развития технологий. Дени Вильнёв объяснил это так. «Мне стало понятно, что в своём фильме я не могу продолжать наше будущее. Потому что в оригинале, где действие развивается в 2019-м, нет Стива Джобса, нет интернета. Там совершенно другое будущее. Поэтому мы создали альтернативное будущее. Это продолжение мира, показанного в «Бегущем по лезвию». На смену наполненным людьми узким улочкам и загруженным деталями сценам первого фильма пришли открытые безлюдные пространства. За счёт их демонстрации достигается ощущение погибшего в результате многочисленных катастроф и переселения в инопланетные колонии мира. Роскошь дома Тайрелла и кабинетов корпорации сменились минимализмом и отчуждённостью от внешнего мира помещений пирамиды Уоллеса. Подобный минимализм уже стал отличительной и хорошо узнаваемой чертой фильмов Дани Вильнёва. Достаточно вспомнить прибытие, а сейчас уже понятно, что декорации и костюмы не вышедшей пока ещё дюны также выполнены в подобном стиле. Сиквел получился строже и красивее оригинала. И как тут не упомянуть работу оператора Роджера Диккенса, создавшего по-настоящему завораживающие сцены. Притягательная атмосфера фильма Ридли Скотта создавалась во многом за счёт неповторимой музыки Ван Гелеса, погружающей зрителя в иллюзию, скрывающую скорую гибель мира будущего. В продолжении музыка Циммера и Уолфиша не пытается что-то скрыть, а лишь подчёркивает и холодность, и агрессивную атмосферу мира, который скорее мёртв, чем жив. Авторы фильма привнесли во вселенную бегущего множество новых интересных деталей. Но часть из того, что оставалось за кадром в первом фильме, осталась тайной и после просмотра второго. По просьбе Ридли Скотта, Дени Вильнёв не стал раскрывать, например, то, как именно создаются репликанты. Сохранение этого секрета Маэстро считал важным моментом. «Бегущий по лезвию 2049» может показаться затянутым. Но он относится к той категории фильмов, которые стремятся полностью погрузить зрителя в атмосферу созданного авторами явственного дожути мира. К фильмам, не декларирующим что-то в открытую, а предлагающим зрителю начать размышлять над затронутыми проблемами уже во время просмотра. О главных событиях, произошедших во вселенной «Бегущего за 30 лет» рассказано в двух снятых Люком Скоттом короткометражных фильмах и одном аниме от Синьотирова Танабе, режиссера Ковбоя Бибопа и одного из режиссеров Аниматрицы. Сюжет первого фильма оканчивается на том, как Декард и Рэйчел вместе сбегают из Лос-Анджелеса. Вскоре после этого корпорация Tyrell начала выпуск репликантов модели Nexus 8, у которых не было ограничения срока жизни. Проводить тест Войта Камфа теперь было не нужно, идентифицировать новых репликантов стало намного проще. Грянувший в 2022 году блэкаут на долгое время оставил города без электричества. Это привело к нарушению в поставках продовольствия, обрушению финансовых рынков и уничтожению или повреждению всех электронных данных на территории США. Страна погрузилась в хаос. В произошедшем обвинили репликантов, и правительство ввело бессрочный запрет на их производство. Началась охота на репликантов модели Nexus 8. Выход из кризиса был найден благодаря корпорации Неандера Уоллеса, добившейся успехов в производстве генно-модифицированной пищи. Люди больше не голодали. Уоллес получил огромные прибыли и влияние. Он скупил остатки разорившейся корпорации Tyrell, после чего ученым удалось усовершенствовать методы имплантации памяти репликантам. Теперь Уоллес мог создавать полностью подконтрольных репликантов. Вскоре запрет на производство был снят, и корпорация начала выпуск модели Nexus 9. Такова краткая предыстория фильма. Далее я рассмотрю сюжетные линии основных героев. Должен предупредить о спойлерах. Так что если вы еще не смотрели фильм Дэни Вильнёва, то возвращайтесь к просмотру ролика после того, как побываете в Лос-Анджелесе 2049 года. В фильме можно найти множество интереснейших отсылок к другим произведениям. Понять некоторые из них можно лишь досмотрев фильм до конца. Тут и антироман Владимира Набокова «Бледное пламя», из которого заимствованы строки, используемые во время проведения тестов на эмоциональную стабильность, а также некоторые элементы сюжета. Ветхий завет и произведения Франца Кавки. Фильмы «Она» и «Дитя человеческое». А также симфоническая сказка Сергея Прокофьева «Петя и волк». Все это уже неоднократно разбиралось. Мне же хотелось бы раскрыть структуру отдельных сюжетных линий. Каждая из которых наводнена оригинальными деталями, интересна и по-своему пытается ответить на вопрос, что же значит быть человеком и что значит жить, а не существовать. Показанный мир — это система клеток. Клеток, связанных внутри. Каждый герой в самом начале фильма находится в своей собственной клетке. Доводилось ли вам бывать в тюрьме? Клетки. Клетки. Не буквально, конечно, но каждый тут или вовсе лишен собственной воли, или действует в чьих-то интересах, поместив свои чувства и стремления в клетку. Вас держат в клетке? Клетки. Клетки. Самое страшное для такой бесчеловечной системы — потеря контроля над тем, что здесь называют эмоциональной стабильностью. По сути, это бесчувственность. Человек должен выполнять свои функции, не задаваясь лишними вопросами. Если в романе и в первом фильме тест Войта Кампфа был призван отыскать репликанта среди людей, то тест на эмоциональную стабильность обнаруживает проявление человечности в репликанте. Репликант должен оставаться безэмоциональным роботом. Что вы чувствуете, держа за руку того, кого любите? Клетка главного героя — это работа, которая ему не нравится. Это осознание себя рабом, бездушной куклой. Иллюзия невозможности изменений, ведь он был создан исключительно для того, чтобы охотиться за себе подобными. Я не вправе что-либо решать. Правильно. В первом фильме мы видим мир глазами Деккарта, который считает себя человеком. В финале он изменяет свое отношение к репликантам. В сиквеле мир показан нам глазами репликанта, испытывающего на себе все прелести жизни тех, чей статус определяет всю их дальнейшую судьбу. Он молчалив, не произносит чувственных монологов. А единственное рассказанное им воспоминание принадлежит не ему. Герой раскрывается с помощью акцентов на малозаметные детали, музыки и, конечно же, взглядов. Читающиеся во взгляде непреодолимые тоска и одиночество составляют основу образа главного героя. Он везде чужой, и только дома его ждет иллюзорная девушка. Голографическая программа, подстраивающаяся под настроение пользователя. Ведущая с ним беседы и поддерживающая во всем. Таков ее алгоритм. Я скучала по тебе, сладкий. Кей относится к Джой как к настоящей девушке. Эта иллюзия необходима ему. Лишившись ее, он окончательно превратился бы, если не в зверя, то в бездушную машину. Проводимое им расследование приводит к тому, что он позволяет себе надеяться. Он может быть человеком, а значит он настоящий. Навязанная ему система ценностей сама подталкивает его к обретению воли, к самостоятельности. Пусть он еще и не осознал того, что на самом деле ничем не отличается от тех, кто отдает ему команды. Джой поддерживает его, как и должна, но при этом и сама начинает изменяться. Любопытство, желание познавать мир, эти качества, присущие человеку, проявляются и у программы, вдруг почувствовавшей себя живой. Потеря Джой и крушение иллюзий относительно его избранности приводят к тому, что Кей понимает. Он действовал самостоятельно, не являясь рожденным естественным путем. Его сознание освобождается из клетки, и Кей осознает себя личностью. Финал закономерен. Кей больше не подчиняется ни одной из сторон. Он спасает Деккарда и умирает свободно. Отдельно стоит рассмотреть эпизод с пчелами, который многим показался лишним и максимально нереалистичным. Пчелы, увиденные главным героем у отеля, в котором прятался Деккард, конечно же искусственные. Тут стоит отметить интересный момент. Когда Кей смотрит на пчелу, севшую на руку, он не смахивает и не убивает ее. Что контрастирует с ответом Рэйчел во время прохождения теста Войта Камфа в первом фильме. Трактовать этот момент можно по-разному. Кей ценит жизнь насекомого, пусть и искусственного. Кей никогда не видел пчел, поэтому он не ожидает угрозы. Но при этом он проявляет свойственное людям любопытство. То есть это один из моментов, призванных показать, что Кей сохраняет в себе человечность. Джой – один из самых интересных персонажей фильма. В начале фильма Джой действительно живет в клетке. Ее свобода перемещения ограничена квартирой главного героя. Но основным ограничителем ее свободы являются, конечно, алгоритмы, которым должна следовать Джой. Гибель Джой, а вернее уничтожение Эмманатора, становится одним из событий, приведших к окончательному освобождению главного героя. Но есть, по крайней мере, два варианта объяснения причины этого освобождения. В первом из них, самом распространенном и поверхностном, Кей видит в огромной голограмме еще одну такую же Джой и понимает, что ее человечность была иллюзией. Полное крушение иллюзий приводит к принятию героем самостоятельного решения и спасению Декарда. Во втором варианте, который принимает во внимание все произошедшие с Джой события, голограмма становится напоминанием герою об утрате. О том, что его Джой была уникальна и все остальные будут лишь пустыми копиями. Он понимает, что даже программа может быть человечнее тех, кто хочет от него только слепого подчинения или принесения себя в жертву ради сомнительных идей. Именно поэтому он отказывается вставать на чью-либо сторону и поступает по-своему. Этот вариант стоит рассмотреть подробнее. Истинная природа Джой постоянно подчеркивается авторами. Вот она стремится угодить главному герою своим внешним видом, отслеживая его эмоциональную реакцию. Вот входящее сообщение ставит девушку на паузу, затем ее зацикливает, когда сбивают машину. Ну и, конечно, слова проститутки подливают масло в огонь. Но вместе с тем, есть несколько эпизодов, доказывающих, что она отходит от заложенных в нее алгоритмов и обретает собственную волю. Освобождение Джой происходит вместе с освобождением главного героя и благодаря его отношению к ней. Вслед за ним в Джой просыпается стремление к свободе. Но программа осознает, что не в состоянии дать ему то, что может настоящая девушка. Подобные переживания уже не свойственны в программе. Но далее она начинает совершать действия, явно не предусмотренные алгоритмом. Ну надо же. Тихо, идет синхронизация. Перенеси меня в эмманатор. Сломай антенну. Кофе? Последний эпизод с отказом от кофе не менее важен, чем просьба сломать антенну эмманатора. Так как не изменись, Джой, ее настроение было бы таким же приветливым, как в начале фильма. И уж, конечно, она согласилась бы выпить кофе, чтобы угодить владельцу. Джой перестает быть голографической гейшей. Она действительно хочет быть с главным героем. Сцена с копией Джой пересекается также с другой сценой фильма, когда Декард, осознавая, что перед ним совсем не та Рэйчел, которую он любил, не поддается искушению и отказывает Уоллесу. Глазам и взглядам в сиквеле уделяется не меньше, а может быть даже больше внимания, чем в первом фильме. Ведь глаза – зеркало души. У голограммы также другие глаза. Кей, как и Декард, понимает, что копия не в состоянии заменить оригинал. На первый взгляд, Лав – штатный злодей фантастического боевика. Но и тут все не так просто, как может показаться. Ее клетка ничем не отличается от клетки главного героя, разве что высокое положение героини делает эту клетку более эстетичной. Они оба цепные псы, созданные для беспрекословного подчинения. И финальный поединок между ними становится еще и символом борьбы между свободой и сломленной волей. Внутри Лав этот поединок давно закончился, и определяющим среди ее желаний стало заслужить похвалу богоподобного хозяина, выполнив его очередной приказ. Между тем, авторы дают понять, что даже самый верный пес, даже самый лучший ангел Уоллеса, не лишен ни сострадания, ни собственных желаний. Вот только они заперты в той самой клетке, выход из которой Лав отыскать так и не смогла. Жестокость и ненависть заменяют ей то, что находится под замком в ее сознании. Поведение главного героя вызывает у нее интерес, он смог сделать то, чего не вышло у нее, перестал подчиняться предустановкам и обрел собственную волю. Возможно, Лав тоже хочет действовать самостоятельно, но единственным проявлением ее собственной воли становится убийство мадам. Истории Лав и главного героя можно сравнить с этапами взросления человека. Кей проходит эти этапы. Лав остается девочкой, нуждающейся в похвале своего создателя. Много вопросов вызывают моменты с похищением улик и убийством лейтенанта Джоши прямо в здании полицейского департамента. Зрителей удивляет то, что в обоих случаях Лав удается безнаказанно покинуть здание. Объяснить это можно тем, что Лав – высокопоставленное лицо корпорации, обладающей огромным влиянием. Ей выданы все необходимые пропуска, а системы наблюдения наверняка контролируются сотрудниками корпорации, которая, скорее всего, является их производителем. А потому все записи, которые могли бы выдать ее, будут или утеряны, или заменены другими. В фильме также показано, что мадам известно о том, что Костя вынесла Лав. Он уничтожил ребенка. Остались кости матери, которую ты вынесла. Однако полиция, по всей видимости, не может что-либо предпринять. Вы чувствуете, что вам чего-то не хватает? Мания величия, перфекционизм, тщеславие. Оторванность от реального мира. Неандер Уоллес во всей своей красе. Уоллес считает себя богом и ведет себя как божество. Забирает и создает жизни. Но за таким поведением скрывается стремление к безраздельной власти и ощущение собственного несовершенства. Бог совершенен, а Уоллес не может повторить того, что было доступно его предшественнику, Тайреллу. Он, как и созданные им репликанты, ощущает себя неполноценной копией кого-то более совершенного. И все, что ему остается для того, чтобы создать иллюзию собственного совершенства, это украсть чужой секрет. Уоллес хочет быть богом, однако богом явно нечеловеческим. Он безэмоционален и пуст, как умершая земля. Уоллесом движет исключительно расчет и удовлетворение собственных амбиций. Он становится воплощением античеловеческой системы, посадившей всех в клетку. И снова акцент на глаза. Бездушие Уоллеса подчеркивается тем, что он видит окружающий мир через объективы камер своих мини-дронов. Для переставшего быть человеком, но так и не ставшего богом Уоллеса, сделка, предложенная Деккарду, кажется чем-то само собой разумеющимся. Без тени сомнения, лишая жизни своих, как он их называет, детей, Уоллес не видит ничего предусудительного в том, чтобы предложить отцу отдать своего ребенка в руки чудовища. В итоге Уоллес терпит поражение. Деккард спасен. Надежда самозваного бога на создание нового поколения репликантов угасает. А вся история главного героя показывает, что даже те репликанты, которые считались полностью подконтрольными, могут освободить сознание из клетки. План Уоллеса оставляет вопросы. Не проще ли было построить дополнительные производственные мощности для создания большего количества репликантов? И не ждать, пока способны размножаться ангелы заполонять отдаленные колонии своими детьми? Уоллес явно планировал все не на один год и не на десять, а на десятки и сотни лет вперед. Со временем репликанты размножились бы так, что никакое строительство заводов не смогло бы заменить естественного прироста. Лейтенант Джоши, или как ее называют подчиненные Мадам, образ, демонстрирующий, что система держит в клетке даже самых верных своих слуг. Все мы ищем в этом мире что-то настоящее, независимо от того, кто мы и кем мы себя считаем. Ради своего положения ей пришлось отказаться от этого поиска. Она одинока. Служа существующему порядку, стремящемуся уничтожить все, что выходит за рамки отлаженной системы, Мадам не уверена в постулатах, на которых этот порядок держится. Мне еще не приходилось работать живорожденными. А в чем разница? Ей противопоставлена Фрейза, лидер подполья, будущая революционерка. Репликанты из подполья готовы пойти на все ради борьбы за свободу будущих поколений генно-модифицированных людей. Их символом становится ребенок, рожденный Рэйчел. Забывая о многовековой истории человечества, в течение которой одни люди постоянно угнетали других, подполье считает, что возможность рожать детей сделает будущие поколения свободными. В своей борьбе они не менее жестоки, чем система, которую они стремятся уничтожить. Декард, попавший в руки Уоллеса, должен быть убит, чтобы от него не было получено никакой информации о подполье. Убрать его они хотят чужими руками, внушая главному герою мысль, что нет ничего благороднее того, чтобы погибнуть за идею. Кей, человек, который стремится вырваться из одной клетки, едва не попадает в другую. Он находится между молотом и наковальней. И система и подполье хотят от него, чтобы он находился в плену иллюзий и совершал для них убийство. И для одних, и для других он лишь инструмент для достижения личных целей. Никто не видит в нем человека. Кадры из фильма, демонстрирующие маркировку на одной из костей Рэйчел, доказывают, что Рэйчел и, по всей видимости, Декард были репликантами модели Nexus 7, способными производить потомство. Экземплярами, участвующими в проведении эксперимента, целью которого было отработать внушение взаимного вовлечения двух репликантов, считающих себя людьми, и получить от них потомство. Они ничем не отличались от человека. Их характеристики не были улучшены, как у тех же моделей Nexus 6 из первого фильма. Срок их жизни не был ограничен. Однако, авторы фильма оставляют простор для споров относительно природы Декарда. Казалось бы, после выхода окончательной версии первого фильма, спорить уже не о чем. Но при этом в сиквеле нет прямого подтверждения того, что Декард – репликант. У Ридли Скотта же однозначное мнение на этот счет. Отвечая на вопрос, в какой момент было принято решение, что Декард – репликант, режиссер сказал следующее. Это всегда было частью плана в качестве тезиса. Харрисон тогда сказал что-то вроде «Ну, я не знаю». Я сказал «Но ты должен быть репликантом, потому что Гав, оставляющий след из фигурок оригами, подложит тебе небольшой элемент оригами в конце фильма, как бы говоря, я был здесь, я оставил ее в живых, и я не могу удержаться от того, чтобы рассказать, что знаю, что творится в самых далеких глубинах твоих мыслей. Когда ты напиваешься, тебе снится долбанный единорог». В этом случае слова Уоллеса о запрограммированном влечении Декарда и Рэйчел уже перестают быть просто предположением. Тем более, что Ридли Скотт подтвердил это в одном из интервью. Тайрел – триллионер, и примерно 10% его бизнеса приходится на искусственный интеллект. Подобно богу, Тайрел создает совершенных существ, которые практически ничем не отличаются от людей. И однажды Тайрел подумал, «Я создам еще один искусственный интеллект. Возьму мужчину-репликанта и женщину-репликанта, не знающих о своем истинном происхождении, организую их встречу, чтобы затем они влюбились, вступили в интимную связь и зачали ребенка». Интересно то, что если пересматривать фильм уже со знанием этого авторского замысла, некоторые сцены, до этого казавшиеся странными, теперь выглядят вполне осмысленно. Выход картины Дэни Вильнёва не только продолжил историю 35-летней давности, но и отчасти изменил смысл концовки оригинального фильма, не меняя и не отменяя при этом никаких событий. И если в фильме Ридли Скотта авторы пытались отыскать красоту в погибающем мире, то сиквел, не стесняясь, показывает нам его темные стороны. Здесь даже любовь может оказаться чьим-то математическим расчетом. «Бегущий по лезвию 2049» – это фильм об иллюзиях, способных превратить человека в робота, и их разрушении. О принятии реальности, о безжалостности идей и системе, уничтожающей всех, кто осмелился желать свободы. Об искусственном мире, где люди сами уничтожили все настоящее в угоду корпорациям, торгующим иллюзиями. О мире, забывшем о гуманности. О мире, в котором полным ходом идет замена человека на исполнительных, неприхотливых и не требующих больших затрат экономически более выгодных репликантов. Но даже в таком безжизненном мире не угасает надежда на возрождение человечности. Ведь если даже программа и охотник-убийца смогли найти в нем что-то настоящее, то и остальные способны освободиться из своих клеток. Друзья, поддержать канал можно, сделав перевод на карту Сбербанка, Яндекс.Деньги, Пейпал, а также став моим патроном на Патреон или спонсором канала. Подробности можно узнать, перейдя по ссылкам в описании или нажав кнопку «Спонсировать» под роликом. Спасибо.